Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас будет макияжное видео. Я решила все-таки, да, как-то заставлять себя покраситься по-человечески, да, а не только там брови, да, до ресницы. Вот. И, собственно, сегодня мы с вами попробуем несколько новых продуктов, да, новую косметику. Попробуем и украинскую косметику, да, то, что в прошлом видосике я вам показывала, да, распаковку. У нас, собственно, вот, да, итоговое, да, то, что вышло. Вот. Сейчас посмотрим, как я все это создавала. Заранее извиняюсь, да, за мой внешний вид, да, без макияжа, потому что две недели я практически ничего с собой не делала. Как-то у меня не было на это морально, на физических сил никаких. Вот. Но как есть, да, с макияжем вроде уже неплохо. Вот. Все. Давайте краситься. Итак, давайте начнем краситься все-таки. Значит, как всегда, да, брови оформила. Сегодня у меня карандашик. Это Maybelline Brow Satin. И то здесь у меня карандаша практически нет. В основном только вот вторая вот эта часть, да, пудручка такая. То есть как заполнение немножко цветом просто. У меня сделан татуаж такой пудровой, напыление легкое. Поэтому просто чуть-чуть добавила цвет и все. То есть даже не закрепляла. И база под тени у меня Urban Decay. Вот такая. Тоже без базы никогда тени не наношу. И в качестве бальзама Victoria's Secret вот этот вот блеск, который я уже хочу просто добить. Он у меня уже раздражает, бесит. Он липкий, жирный. И я его никому не советую. То есть чисто как вот бальзам и все. Так, с чего мы начинаем? Как всегда с глаз. Я всегда начинаю макияж с глаз. Сегодня у нас палеточка Vivienne Sabo La Fortuna. Вот такая синенькая. И от Glam Bee, да, это украинский бренд. Но здесь я думаю, что я просто буквально пару цветов в качестве растушевочного возьму. И все, в основном у нас упор будет вот на нее. Вот. А отсюда попробуем средство для лица уже, когда будем, да, делать. Так, давайте приближу, да, глазки пока будем красить, да, чтобы было поближе. Так, я думаю, что вот так, наверное, кожа в плохом состоянии, да. Я две недели практически ничего особо не делала. Много плакала, синяки под глазами. Поэтому извините, как есть. Будем как-то, да, это исправлять. То есть все равно хочется, да, что-то для вас снимать. Все равно хочется и снова красить. Это такая какая-то, да, отдушина моя. Так, давайте, значит, начинать. Я думаю, что мы не будем делать прям синий-синий какой-то макияж, да. Я думаю, что мы сделаем вот с использованием, да, вот коричневого красивого. Он немножко засветляется. Правда, он более коричнево-темный такой, центровой. И какой-нибудь акцентик просто сделаем, да, на глазик вот шимберным, да, вот этим оттеночком просто вот в качестве акцента. Так, значит, давайте первый, наверное, возьмем, как всегда, да, с растушевочного, да, светленького вот этот оттеночек. Попробуем нанести в складочку. Так, что могу сказать про этот оттеночек? Тушуется легко. Для складки отлично. Холодный, никакой рыжины, ничего такого нету. Для тушевки это прям вот идеально, да, то есть чтобы, ну, то есть условно, там, синий, да, мы в кожу никак не втушуем, поэтому нужен переходный цвет, соответственно. Вот, этот подходит отлично. Хороший цвет. Так. Оно немножечко пылящие тени, хотя кисточка у меня мягкая. Это Зоева номер 227. Вот такая вот пушистенькая. Но немножко, я думаю, видно, да, что он вот так хорошо видно запылил. Так, следующий оттеночек вот этот как раз центровой. Я думаю, что я его сейчас просто пальчиком на подвижное веко нанесу и посмотрим. Тем более такие они больше... О, все-таки достаточно красиво на пальце выглядят. Давайте сейчас лодчик посмотрим поближе. Ну, кстати, прям переливается круто. На подвижном, я думаю, будет красиво. Давайте пробовать. Да, это однозначно цвет, да, для ненанесения пальцем. Блин, камера так не передает красиво, как и тут в жизни. То есть, очень крутое именно мерцание. Нормальная пигментация, все хорошо с ней. Немножко сыпет, конечно, да, как и такие, да, все, в принципе, шиммеры. Но мне нравится. Здесь он, кстати, не чисто коричневый, да, он ближе, наверное, с серой, с какой-то зеленцой такой. Вот, но мне нравится. То есть, в палетке он выглядит более коричневым, да, чем на глазах. Так, берем снова растушевочную кисть и тушуем немножечко, да, чтобы более равномерно было. Да, чтобы не было четких границ перехода цвета. Так, давайте снизу немножко, да, поработаем. На низ, кстати, мне что-то хочется почему-то нанести. Темный оттеночек. Давайте попробуем вот этот вот зелененький нанести. Вот такой, он прям зеленоватый, такой изумрудного цвета. Кисточка у меня Beige Cosmetics номер 7, такая плоская. Вау! Пигментация, конечно, прям бабах. Я не ожидала. Так, нужно мягкой кистью теперь немножко это растащить, а то получилось прям очень как-то четенько совсем. Да, очень красиво тушевка хорошая получилась. Все мягко тушуется. Отлично. Так, мне единственное, не хватает немножко темноты. Давайте мы немножечко как-то затемним уголок. Наверное, прям, ну, здесь вот есть такой прям черный, да, цвет. Попробуем прям им немножко затемнить что-нибудь. Так, возьму кисточку 225 от Зоевы. Она у меня, правда, в коричневых тенях, но я думаю, для черного ничего страшного будет. Так, ну что я скажу? Чуть-чуть я, конечно, добавила, да, но в черном пигментация, ну, такая, да, вот как-то не очень. Даже пальцем, да, он более серый, да, то есть, вот, то есть он не очень насыщенный, да, не очень пигментированный. Вот, но как-то, как-то так. То есть сатиновые вот эти шиммеры, конечно, они здесь намного круче. Да, то есть я, как всегда, оговорюсь, да, вверх с низом, да, я не соединяю, потому что у меня там ничего не держится, да, в этих местах. То есть не получается у меня вот эти места соединить, потому что у меня просто будут дырки потом. А поскольку, как бы, да, мне все-таки сегодня идти на улицу, то я не буду, соответственно, это делать, да, потому что потом будет просто некрасиво. Поэтому у меня всегда низ, к сожалению, отдельно от верха. То есть вам так делать не обязательно, да, это сугубо мои, как бы, проблемы. Так, давайте уже, значит, для, скажем так, да, более активного, для нижнего, раз у нас сотенчик есть наверху, давайте попробуем вот этот вот красивый зелененький, да, чуть-чуть понизу добавить. Давайте возьмем вот эту кисточку двойную Brushworks, это то, что мне в коробочке от Look Fantastic досталось, она двухсторонняя, то есть здесь такая скошенная лапка, и вот такая вот плоская, но достаточно толстенькая. Давайте попробуем ей нанести на низ, да, как это будет. Вот зелененький наш оттенок, вот этот вот, чуть-чуть добавить, да, акцента. Так, немножко сыпется, камера, конечно, не передаст прям блестки в жизни, конечно, красивее намного. То есть, ну, это опять же такой цвет, это лучше все-таки на подвижный век наносить и наносить пальцем, да, потому что, ну, так, кистью тяжеловато наносится. Так, давайте здесь будет это не, скажем так, не новая косметика, да, просто мне хочется, да, на низ что-то добавить, но черным карандашом, ну, подводить, да, низ не хочется. Возьму свой старенький от Reflame, это их серия High Impact, которая металлик, металлические карандашики. Здесь вот такой оттеночек, то есть он, ну, металлический, соответственно, да, и я думаю, что он нам сюда подойдет немножко, чтобы просто нижнее веко подзаполнить. Да, отлично. Он хорошо с верхом, как бы, да, вот как раз с верхним оттеночком сошелся, вот, и, ну, не пустой век, чтобы было, а то как-то. Пустоватенько и незакончено получается. Так, дальше. Тоже, дальше новый продукт. Карандаш для глаз. Это из адвент-календаря Look Fantastic. Черный, просто обычный карандаш, Diego Dalla Palma, в оттенке 01, просто черный карандаш, да, то есть попробуем его нанести, как он будет на слизистую, если он нанесется, конечно, вот, сейчас и протестируем. Так, что могу сказать? Отлично нанесся, все, да, вверх зачернили. Я ожидала, что он будет жестче, потому что по руке он рисует достаточно жестко, вот, но нет, на слизистую все это отлично зашло, посмотрим, будет ли отпечатываться, будет ли, как бы, держаться, в принципе, там, да, потому что, если, ну, обычно деревянные карандаши такие, они больше все-таки просто, да, для глаз, нежели для слизистой. Так, дальше тушь, да, сегодня у меня от L'Oreal, да, False Lash, вот такая двойная, я ее покупала в Турции, не уверена я, что ее, как бы, в России где-то можно купить. Вот, я ее, на самом деле, уже попробовала один раз, здесь, соответственно, одна вот такая лапка, это, типа, ну, как первый шаг, условно, да, такая она с талией. И вторая лапка, вот такая уже с большим количеством туши, я что-то почему-то думала, когда ее покупала, что она будет, ну, вот, как были раньше, вы помните, там, 2006, наверное, 2007 год, двойная с белой, да, частью, но здесь вот такая. Вот, давайте все, накрашу ресницы и, собственно, вернусь к вам. Сразу, да, хочу сказать, вот это вот первая, да, лапка, которая отлично удлиняет, то есть, мне нравится, я вот уже один раз ей красилась, прям, вот, да, у меня вообще ничего нету, и вот только вот буквально вот один слой, да, и уже ресницы насколько длиннее. То есть, прям кайф, на самом деле кайф. И вот, собственно, что у нас получилось, да, после нанесения второго уже, да, этапа, то есть, ресницы, то есть, вообще вот до и после, это просто, конечно, бабах, то есть, я не ожидала. Единственное, да, вот, от второй лапки, да, от вот этой, она немножко прям, ну, очень много туши, да, то есть, кто такое не любит, конечно, не понравится. Мне бы хватило уже вот на каждый день и первого, просто я больше люблю удлинение, но, блин, ресницы роскошные просто, они черные, пигментированные, подкрученные, да, такие толстенькие все. Я такое люблю, но не всем такой эффект нравится, вот, ну, как-то так. Единственное, что я сейчас, может быть, немножко испорчу, да, этот вариант, но мне сверху нужно нанести, вот, у меня водостойка от Dior. Я сейчас, вот, в последнее время крашусь только, в принципе, водостойкими тушами, просто здесь хотела вам вот эту, да, продемонстрировать. Вот, потому что плачу я много, и, как бы, Dior, она спасает, к сожалению, вот, да, в этом плане. Вот, поэтому мне придется немножечко перекрыть вот эту вот вторым, собственно, слоем уже водостойкой туши, но что делать. Итак, вот что у нас получилось, собственно, вот такие ресни. То есть, я прям в восторге от этой туши, честно скажу, то есть, я вообще не ожидала пушистые, разделенные, да. Не, можно, конечно, наслоить, будут паучьи лапы, прям бабах, но, блин, это очень круто, конечно, даже с учетом, что вот я водостойку от Dior нанесла сверху, да, что-то как-то подпортила общую картину, но в целом, по-моему, очень круто, то есть, я прям в восторге. Если удастся в этом году выкатиться куда-нибудь за границу, буду прям искать вот эту вот, да, малыху, потому что это прям обалденная тушь, мне очень нравится. Единственное, что я поняла, что мы чуть-чуть, я тупанула, в уголок глаза ничего не нанесли, давайте, соответственно, светленький оттеночек здесь есть, да, вот такой вот золотистый, вот этот, нанесем в уголочек. У меня вот такая кисть, маленький ботоночек, это у нас BH Cosmetics номер 11. Ну, не скажу, что здесь прям какая-то вах, пигментация, ну, что-то какую-то блестинку поставили, и ладно. То есть, здесь цвета, вот они не все одинаково хорошо пигментированные, но, в принципе, за свою цену, наверное, это неплохо. Так, ну, с глазами, да, вроде закончили. Давайте с лицом теперь. Значит, что я хотела попробовать, не уверена я, да, насколько это зайдет, если что, придется, да, лицо почистить. А это то, что у меня тоже было в коробочке Look Fantastic, это Jacob Black, в общем, Glow Drops, да, в оттенке шампань, то есть, жидкие типы, как капельки, да, значит, жидкий хайлайтер, короче. Вот, он в таком вот формате, так выглядит, как крем для рук, если честно, то есть, прям вот, да, очень похоже. Давайте попробуем хотя бы на выступающей части нанести, на все лицо я не рискну. Ой, что-то много получилось, ну да ладно. Ой, блестки крупноваты, блин, да, блестки крупные. Я это, конечно, попробую перекрыть пудрой, но это все-таки формат, как по мне, это больше на тело. Да, здесь прям четко видны отдельные блестки. Сейчас я попробую, чтобы камера это передала как-то. Надеюсь, хоть что-то вам видно, то есть, оно, конечно, переливается, да, окей, но... Но это реально отдельные-отдельные блестки. Нет, на лицо мне это, нет, не очень. Давайте посмотрим просто, да, вот, чтобы это было вот в таком формате, да. Вот так вроде растираешь, и вроде бы ничего, но на лице видно прям вот... На лице прям четко отдельные блестки проявляются. То есть, даже на пальцах, интересно, будет видно, да, вот вроде что-то видно. То есть, это продукт явно не для лица, то есть, ну это прям вот, ну как новогодняя елка будет, да. То есть, на тело, наверное, да, это зайдет, но на как бы лицо это перебор. Я сейчас немножко подотру, вот, потому что, мне кажется, оно из-под пудры будет вылазить, скажем так, да. Да, ну ладно, что, нет, так нет, значит, это откладывается у меня до лета, да, и будет оно, собственно, ждать открытых каких-то там, да, платьев, да. То есть, на ключицы нанести, на руки, то есть, чтобы было там что-то красиво, да. То есть, на лицо, нет, к сожалению, нет. Тогда, да, тогда дальше у нас пудра. Так, да, поскольку у меня, да, ни тона, да, ни консилера, ничего такого нету, да, хотя сейчас мне бы, наверное, может быть, это было и нужно. Вот, но только пудра. Попробуем Патрисию Лидо, украинский бренд. Я вам показывала, да, распаковочку от моей подружки. Машинка, спасибо еще раз. Вот такая пудра, компактная. Давайте наносить. У меня кисть для пудры от ZOEVOS номер 106, вот такая пушистенькая. Так, ну что я могу сказать? Пудра мне понравилась. Я прям удивлена даже, да, потому что, ну, это бренд очень бюджетный, да, как бы это прям сеть магазинов Ева, да. Да, я вам ссылочки все, да, на продукты оставила, да, чтобы вы могли посмотреть, сколько это стоит, да, в гривнах. Очень бюджетно все, но мне нравится. То есть, очень мягкое покрытие, ее на лице не видно. То есть, в принципе, тут можно было, наверное, даже поднаслоить и побольше. Она достаточно мелкодисперсная, при этом особо не пылит. То есть, здесь вот нет вот этого облака, да, от пудры. Продукт прям, скажем так, мои ожидания оправдались, да, потому что, да, украинские блогеры, да, достаточно сильно распиарили. Поэтому, как бы, думаю, как-то надо вот ее пробовать. Вот у меня оттеночек 01. Вот такая пудра супер, понравилась. Так, давайте теперь попробуем вот из этой палетки, да, это у нас Glam Beam. Попробуем румяхи. Здесь вот, я так понимаю, да, двое оттенков румян, контур и вот здесь хайлайт. Тоже, да, украинский бюджетный бренд. Попробую, наверное, смешать вот эти, потому что, мне кажется, так это будет адекватнее. Кисточка у меня от Зоевой, номер 127. Так, вот здесь уже пыли больше гораздо. То есть, я буквально только коснулась. А Зоева очень мягкая кисть. Смотрите, да, сколько пыли. Посмотрим, как это будет на лице. Так, ну, кстати говоря, вот в смешанном виде вполне. Чертнее главное, да, в морфушеньку не превратиться, но... На камере, кстати, он выглядит более пятнисто, но в жизни, на самом деле, это все намного мягче. Да, хороший цвет получается, да, в смешении, да, оно хоть и пылит, но вполне как бы все это нормально, на лице в жизни хорошо. Так, давайте попробуем теперь контур. У меня кисть N-Beauty, господи, S4. Вот из этой серии, их с черными ручками. Попробуем контур. Ой, контур пылит еще больше. То есть, вот эта кисть, она максимально мягкая. Посмотрите, я вот буквально, да, два движения сделала, да, то есть, как вот это все пыльненько. Ну, ладно, посмотрим. Так, ну, пигментации здесь проблем нет вообще никаких, все супер. Цвет красивый, цвет холодный, никакой рыжины здесь нет. Ну, вот, да, что у нас получилось. То есть, уже, да, скульптура хотя бы лица есть, а то какой-то прям, да, было все после пудры совсем не очень. Значит, да, ну, за такую цену, в принципе, да, пылит и хрен бы с ним, да, но претензий нет. То есть, по качеству вполне. Цвет холодный, цвет носибельный. Да, пылит, но, как бы, и держки. Так, и хайлайтер у нас, да, на лицо остался, собственно. Тоже Patrice Lido. Уже в таком, в красном футлярчике. Здесь, к сожалению, она до конца не открывается, поэтому только так. Очень холодный, очень морозный оттеночек, то есть, ну, мне нравится. Я его уже один раз чуть-чуть потыкала. Давайте попробуем. Кисть я взяла побольше, BH Cosmetics номер 2. Да, это прям зима-зима, прям мороз-мороз. То есть, это, как бы, на лето, конечно, это не варик. То есть, это чисто вот такое зимнее-зимнее-холодное, вот на морозище. То, что сейчас как раз. Вот, я, кстати, думаю, вот так видно, да, прям, какой холод отсюда прям идет. Вот здесь хорошо видно. Камера, кстати, чутка пятнит. Точнее, даже это не камера, а, скорее, свет, да, то, что немножко пятна дает. Сейчас я, когда от вас отодвинусь, немножко это будет все в более, да, носибельном виде выглядеть, потому что, да, на камере это немножко пятнистым. Вот, но к хайлайтеру претензий нет. Он не пылит, мне кажется, вообще. То есть, здесь прям вот минимальное какое-то, да, пыление получилось. То есть, претензий нету. Цвет холодный, цвет классный. На зиму супер. Дальше снимаю бальзам с губ и красим губы. Значит, помадка Essence Perfect Shine Lipsticks. Это у меня оттенок 02. То есть, это такая полупрозрачная бальзамная помадка. Вот такого формата. То есть, без карандашей наношу, без всего вообще спокойно. Вот. Вот такой цвет у нас получился. Очень носибельный, очень нюдовый. Вот что-то типа того. На каждый день будет отлично. Она мягкая, кремовая. Я прям даже, то есть, не контур, ничего наоборот, да, то есть, такой более растушеванный контур сделала. И давайте посмотрим. Она, конечно, хоть и не матовая, да, это бальзамная помадка достаточно, я хочу еще поверх попробовать нанести вот блеск от Lime Crime Naked Cherry. Вот. Это их серия от Cherry и оттенок Naked Cherry. Вот такой. Посмотреть, да, как это будет, собственно, если, ну, с бальзамом, с таким уже, да, с блеском. Это миниатюрка, тоже в бьюти-боксе от Look Fantastic была на черную пятницу. Давайте попробуем нанести. Слушайте, она внезапно оказалась плотнее, чем я думала. Я думала, это будет полупрозрачный блеск, а он прям с оттенком, он реально перекрыл. То есть губы, конечно, прям выглаженные, такие прям красивый оттеночек. Ну, он прям плотнее. Ну-ка, давайте на руку. Сейчас. Ну, хотя, да, я что-то, я когда свод сделала, я что-то не подумала. Я думала, он будет прям полупрозрачный, да, то есть такой просто именно акцент, да, поставить на губы. А здесь прям цвет. Прикольно. Я думаю, что его все-таки нужно носить изолированным. Не на помаду. Так, и, в принципе, наш макияж готов. Давайте только зафиксируемся, да. У меня спрей-комплимент гиалуроновый увлажняющий. Матирующий был, теперь увлажняющий. Так, собственно, что у нас вышло, да. Вот такой макияж. Здесь прям хайлайтер, видно, холодненький-холодненький. То есть, в целом, с учетом особенно стоимости, да, продуктов, но мы сейчас, наверное, не говорим про, там, да, лайн-крэм в полноразмере, она тоже будет стоить достаточно дорого. Вот, но в целом, да, сегодня это все достаточно бюджетно у нас получилось. И прям мне понравилось. То есть, от Патрисии или до, конечно, я прям, ну, я, в принципе, ожидала, что мне понравится. Вот такой макияжик у нас вышел. Да, так я выгляжу значительно более по-человечески. Так, значит, давайте ликбед немножко коротко, да, по продуктам, да. Значит, сразу, да, то, что это точно не... Да, вот эти вот glow drops, это только на тело, да, и на лицо, нет, без вариантов. Пудра Патрисия или до, да, 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 украинские блогеры были правы, пудра огонь. Палетка теней Vivienne Sabo. Хорошо тушуются, шиммерные цвета немножко осыпаются, не все хорошо пигментировано, да, то есть, вот, черный оттеночек так, да, себе, и золотистый вот этот, ну, тоже, да, средняя пигментация. Остальное очень красиво, очень красивые цвета и хорошая тушевка. То есть, понравилось. Хайлайтер от Патрисия или до, да, это у меня оттенок тоже 0.1. Холодный на зиму отлично. Супер. Палетка, значит, Glam Bee. Ну, здесь для глазок мы не воспользовались, да, только для лица, да, секторами. Да, пылит, но тушуется неплохо, пятен не ставит. Ну, хотя здесь, наверное, вопрос, да, какой кистью красить. А, в целом, мне понравилось за свою цену, это прям более чем круто. Так, помадка от Essence. Хорошая, бальзамная, на каждый день супер зайдет. Блеск, да, в это черри. Плотнее, чем я думала, но очень классно пахнет, во-первых. И в изолированном варианте его носить будет, я думаю, что круче, чем на помаду. Так, про Reflame не говорю, про, да, мебели не говорю. Это мои старые продукты, да, я их люблю. Супер. Так, и что у нас остается? Остается тушь, да, и спрей. Тушь просто мега-бомба, вот это, да, X-Fiber. По-любому, да, в этом году, если удается выкатиться за гран, покупаем эту тушь, прям просто вот must-have. Спрей фиксирующий, ялуроновый, мне вот этот понравился больше, чем матирующий. И почему? Собственно, так же он хорошо фиксирует, да, он не делает глухоматовое какое-то лицо тоже, но от него не отпечатывается тушь, потому что с той, которая, вот, матирующая, да, бутылочка была, у меня любые туши отпечатывались, то есть как-то это было не очень. Так, ну, тушь Dior водостойкая, да, про нее не говорю, потому что я ее пользуюсь уже давно. Она офигенная, и, кстати, на удивление то, что вот у нее лапка вот такая, да, пушистая, то, что я не очень люблю, но она мне хороший эффект на ресницах дает, мне нравится. А, и карандашик для глаз у нас, не сказала, черный. Для твердого карандаша на слизистую хорошо зашел. Посмотрим, как будет носиться. Снизу, нет, вообще ничего не отпечаталось. Да, вот он, как я его наверх нанесла, все супер. То есть не отпечатывается на слизистую, можем наносить спокойно. Вот. Все, вот наш итоговый результат. Вот. Мне нравится, надеюсь, вам тоже понравилось. Если вам нравится, да, в принципе, форматы, да, такого, да, плана, да, макияжного именно, тоже мне пишите, говорите, да, буду краситься, да, вместе с вами, потому что мне сейчас иногда сложно, да, себя заставить хоть как-то накраситься, там, кроме, там, условно, брови и ресницы, да, вот этой вот водостойкой тушью, вот. Но как-то вот, да, что-то захотелось, все-таки по-человечески надо как-то выглядеть и себя держать. Надеюсь, было интересно и полезно. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.